Дмитрий Леонтьев Как закалялись журналисты? Казань посетили участники фестиваля Телефлот. Задумка создать на юридическом факультете турнир по парламентским дебатам, где можно было бы осваивать искусство ведения спора, возникло давно. И вот наконец-то свершилось. Все подробности с первых парламентских дебатов Казанского федерального. Смотри далее. Финал студенческого турнира «Парламентские дебаты», прошедшего на юридическом факультете Казанского федерального, объединил самых инициативных будущих юристов КФУ. Главной целью турнира является повышение политической активности и гражданского воспитания молодежи. Стоит отметить, что участниками стали юристы-бакалавры. Да и сама идея проведения турнира принадлежит студентке первого курса юридического факультета КФУ. Мы его проводим совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан. Сейчас главным поводом информационным и вообще в обществе являются выборы в Государственную Думу. Мы решили непосредственно просмотреть выборы нашей аудитории, а именно студентов. И тему, к которой мы будем проигрываться, звучит так. Эта палата ведет обязательные выборы председателя студенческого самоуправления в один день. На проведение парламентских дебатов были приглашены гости из Центральной избирательной комиссии и представители не только Казанского университета, но и из других вузов. Ими отмечено, что парламентские дебаты – блестящий способ научиться выступать на публике и доказывать свою позицию. Я уверен, что в первую очередь, если ребята действительно досконально изучили тему проведения сегодняшних дебатов, они будут действительно готовы. Ну и, конечно же, это ораторское искусство, потому что очень важно быть еще харизматичным. Как мы знаем, то, что в дебатах – это немаловажный аспект. И я уверен, что сегодня среди участников, если будет такая совокупность и подготовленность со стороны тематики и харизматичности, то действительно есть возможность победить. Студенческие доклады так или иначе затрагивали тему выборов, в том числе и единый день голосования в студенческом самоуправлении. Моя работа заключается в том, чтобы, конечно же, не дать законопроекту вступить в силу. И, конечно же, там есть много минусов, которые, в принципе, я выявил и собираюсь это предоставить правительству нашему. И думаю, что они имеют место быть. И думаю, что в конечном итоге мы выиграем. Несомненно, все участники получили большой опыт, а также багаж знаний в сфере политики и юриспруденции. И, вероятнее всего, турнир еще неоднократно будет проведен в стенах КФУ, где студенты вновь смогут помериться силами в этой увлекательной игре. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Совсем еще молодые и с небольшим опытом телевизионщики поставили перед собой задачу стать хорошими журналистами. Их объединила любовь не только к журналистике, но и к плаванию. Теплоход Дмитрий Фурманов приплыл в Казань. Подробнее в следующем сюжете. Международный фестиваль молодежных телевизионных СМИ «Телефлот-2016» уже в девятый раз путешествует по Волге. Своё плавание журналисты отправили с 9 мая с Москвы. Теперь приплыли и в Казань. Среди участников фестиваля юные журналисты. Школьники, студенты, которые уже имеют опыт работы на телевидении. Для них созданы достаточно нелегкие условия. На теплоходе им необходимо в жёстких рамках создать новостные сюжеты. С монтажом теленовостей справляются хорошо, признаётся руководитель фестиваля «Телефлот» Игорь Романовский. Как раз таки хорошо, что это ограниченная территория. Для них есть возможность в следующий раз побывать в таких спецусловиях. Когда забыли шнур на берегу, когда забыли батарейку. Нужно как-то выкрукнуться и сделать так, чтобы ты в определённых сложных условиях смог найти нужное решение. Здесь, на теплоходе, молодые телевизионщики изучают журналистику на практике. Посещают занятия по технике речи, монтажу, операторским искусствам. Приходится нелегко, но интересно. Ведь поддержка со стороны профессионалов есть. Стать хорошими журналистами помогают ведущие специалисты СМИ. Они-то и поддерживают ребят. Все эти 10 дней фестивали находятся рядом. Критикуют, советуют, направляют в нужное русло. Участники Всероссийского фестиваля «Телефлот» выполняют сложные задания, посещают мастер-классы и творческие лаборатории. Помимо этого, круизная программа включает в себя остановку в 11 городах, где также запланированы встречи с интересными людьми и коллективами. Диана Интимирова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Интернет так и кишит интересными новостями, о которых мы тебе расскажем в рубрике «Веб Ньюс». В Казани откроется парк динозавров. Об этом сообщил на своей страничке ВКонтакте президент Татарстана Рустам Миниханов. Глава республики пригласил на открытие парка «Дети из детдомов» и Степана Савельева, уже ставшего настоящей звездой интернета. Фестиваль красок прошел в Казанском парке Кырлай. Аналог индийского праздника весны холи собрал в парке сотни желающих, обсыпая друг друга красками. Ямочный ремонт дорог в Татарстане завершен на 80%. Однако по требованию президента Татарстана запланированные объемы будут увеличены уже в ближайшее время. В Казани продолжается 29-й Нурильский фестиваль. В рамках фестиваля жители и гости столицы смогли увидеть национальный балет Шурале. В Астане проходит Тукаевская неделя 2016. В ее рамках жители Астаны смогут приобщиться к поэзии татарского поэта, а также увидят детский спектакль по мотивам сказок Тукая. В Казани прошел чемпионат Европы по самбо. Победу в командном зачете одержали российские спортсмены. На их счету 16 медалей высшей пробы. Казанцев приглашают посмотреть кино бесплатно. Это можно сделать в рамках цикла кинопоказов «Под открытым небом. Киносреда», который стартует уже 18 мая. Студенты КФУ примут участие во Всероссийском дне посадки леса. В его рамках в Институте экологии и природопользования пройдет специальный квест, который завершится посадкой саженцев. Ура! Ура! Российская студенческая весна пришла! Будь в теме грандиозных событий студенчества этого года. Смотри следующий сюжет. 3000 самых талантливых студентов всей России собрались в Казани, чтобы узнать, кто же в этом году удостоен звания самых творческих и креативных. Очень нравится. Очень красивый город. Я прям подумал переехать сюда. Серьезно, очень красивый город. Поблагодарить город и всех тех, которые организовали такой прекрасный фестиваль в очередной раз. Спасибо вам за все, за гостеприимство. Это прекрасно. Это круто. Программа открытия фестиваля «Студ весны» началась с масштабного флешмоба. После экскурсии по Кремлю и знакомства делегаций с историей города участников приветствовали послы российской студенческой весны группа-прогульщики. У стен Казанского Кремля студенты со всех городов и областей России собираются на торжественное шествие российской студенческой весны-2016. Почетные гости церемонии Марат Борейев, депутат Госдумы Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорта Республики Татарстан, приняли участие в параде вместе с самыми активными студентами. За моей спиной находятся студенты из 75 регионов всей России. Они приехали в Казань, чтобы участвовать во всероссийской студенческой весне-2016. Просто замечательно. Это вообще так круто. Мы так рады, что мы здесь. Это не передать словами. Завершилось шествие концертов, которых впереди будет еще немало. Отборочные туры может посетить каждый желающий. А прямую трансляцию закрытия фестиваля вы можете посмотреть на нашем канале «Универс Мадри». Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Каждый год в России умирают около 20 тысяч ВИЧ-инфицированных, большинству из которых нет и 40 лет. Именно поэтому 10 мая стартовала всероссийская акция «Стоп ВИЧ-спид», призванная привлечь внимание общественности к опасному заболеванию. В Казани в рамках акции прошло множество масштабных мероприятий. Действительно хочется всех приветствовать присутствующих и студентов разных вузов, студентов нашего университета. Все, кто откликнулся на такое мероприятие, которое в обществе присутствует, как я не могу сказать, как социальное напряжение. Преодолеть это напряжение в обществе – одна из задач открытого студенческого форума, посвященного Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Дискуссионными площадками конференции стали шесть крупных вузов России, расположенных в субъектах с повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ. Круглый стол прошел и в Казанском федеральном. В Татарстане ведется наиболее активная работа по противодействию заболеванию. Главной темой обсуждения стали реалии и мифы о способах передачи инфекции, методах ее лечения и профилактики. Если говорить о половом пути передачи, он сегодня составляет практически 62%, то 80% лиц, выявленных при половом пути передачи – это женщины. Если говорить о республике, то мы эту работу полномерно уже ведем многие годы. Информированность населения – это, конечно, приоритетом является. Спикеры отметили и то, что хоть вирусы не поддается лечению, больной может прожить с ним весьма долгую и счастливую жизнь. Если бы не одно «но» – отторжение обществом, дискриминация и порой нежелание врачей лечить трудных пациентов. И опять-таки только информирование населения может искоренить эту проблему. Наше общество и наши граждане, не только специалисты, должны быть готовы ко всем вот таким явлениям, социальным проблемам новым, в том числе и социальным болезням, которые сейчас вот в нашей стране имеют место быть. По итогам работы открытого студенческого форума планируется принятие студенческой декларации по активной борьбе с ВИЧ и СПИДом среди молодежи. Диана Вакян, Роман Самарин, Универньюс. Бег – это один из самых доступных и один из самых популярных видов спорта. По статистике, каждый второй житель планеты пробегает хотя бы один километр в год, а кто-то и всю тысячу. И такие наверняка есть среди участников Казанского марафона, прошедшего в минувшие выходные. Что же заставляет бегать людей? Александр Александров попытался выяснить это на одной из самых красивых трасс мира. Несмотря на свой юный возраст, Казанский марафон уже вошел в мировую элиту. Только в этом году на старт марафона вышло около 10 тысяч участников из 30 стран мира. Причем многие из них – это просто любители бега и неравнодушные к спорту. Мы хотели посмотреть великий город Казань. Очень хорошая трасса, я думаю, что будет познавательная. Ну и сам город очень красивый. Специально тренировались три месяца для него, чтобы здесь поучаствовать. Любимый бег. Уже 36 лет занимаюсь этим делом, вообще ежедневно. А сегодня такая прекрасная встреча. Такие люди. С удовольствием пришел. Среди участников Казанского марафона было много и тех, кто только делает свои первые шаги в беге. В их числе и президент Татарстана Рустам Миниханов. Глава республики вышел на старт трехкилометрового ГТО-забега и сразу после финиша дал понять, что Казань будет претендовать на звание мировой столицы марафона. Ну, чувствую себя хорошо. Надо все-таки бегать, оказывается. Давно не бегал. Но ничего, справились. Очень приятно, что столько людей, молодых, взрослых, инициативных в нашей стране. Вот они поддерживают вот такие акции. И мы хотим, чтобы Казанский марафон был ежегодным. Он второй раз проводится. Два раза больше людей уже. Мы должны быть первой пятерки хотя бы. Такую задачу поставим. У меня есть жизненные приметы такие, которые показали мне, что как-то осторожнее к бегу надо относиться. Было несколько случаев. Последний это был ураган. Я при беге утреннем попал в серьезный ураган. И я как-то уже лет 10 не бегал. Но супруга сказала, что мы участвуем. Но я решил поддержать ее. Потом оказалось, что наш президент тоже бежит. Ну, побежим вместе. Я вчера потренировался. Подруга. Мы вместе учились в УЗИ. Она сегодня бежит 42 километра. И как бы однажды вечером она сказала, а ты почему не бежишь? Я так задумалась. Думаю, а почему? Действительно, я не бегу. В принципе, физическая форма тфу-тфу-тфу нормальная. И было решено, что я побегу десятку. Мы тренировались примерно месяц. Но я надеюсь, сегодня я дойду до финиша и получу медальку. От всех прочих Казанский марафон отличает прежде всего трасса. Она, по признанию многих участников, одна из самых красивых и сложных. Преодолеть Казанский 42 километра, как оказалось, нелегко даже профессиональным спортсменам. Но оно того стоит. Казанский марафон – это отличная возможность не только проверить себя, но и поверить. Например, для меня это первый серьезный старт за 8 лет. И я это сделал. А значит, сможете и вы. Александр Александров, Руслан Ворозаев, Универньюс. А на этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова